что такое болдеринг ну в первую очередь болдеринг это лазание по скалам так уж повелось что само скалазание ассоциирует с лазанием с веревкой то есть когда какой-то длинный кусок скалы и нужно подниматься выше выше чтобы это было безопасно используют веревку вот на самом деле скалазание это общее понятие для самых различных видов лазания по скалам и болдеринг одно из таких направлений и так болдеринг болдеринг не нужна веревка для страховки потому что лазание проистекает на очень маленьких скалазных стенках скалодромах болдеринговых залах либо это блоки валуны может быть даже скальные стенки на улице для страховки используют маты на скалодроме это спол который стремен мягкими матами падение такие маты абсолютно безопасно на улице используют переносные болдер маты или crash pets от английского которые можно сложить одеть на спину подойти под скалу разложить два-три и заниматься своим любимым делом если лазание с веревкой или классическое скалазание спортивное скалазание как угодно это больше силовая выносливость должна быть тактика где-то даже может быть психологическая устойчивость потому что прохождение может затянуться 10-15 а то и 20 минут то есть нужно терпеть стоять выбирать место где отдохнуть где щелкнуться но достаточно такой комплексный подход то болдеринг сжимается буквально до 4 5 перехватов такой тоже может быть где приходится преодолевать очень сложные движения иногда это связано с гибкостью ловкостью равновесием в общем болдеринг это максимальная сила мега изобретательность и если мы говорим про лазание на скалодромах то очень много равновесных движений баланса динамичных прыжков в общем уже куда-то уходит в сторону акробатики появился болдеринг ну как минимум уже в том виде в котором мы его знаем сейчас в середине прошлого века независимо друг от друга в европе и в америке появились люди которые стали практиковать болдеринг для своих тренировок чуть раньше его начали практиковать в европе под парижем во франции местечке фонтеблок где в лесу очень много больших волнов и блоков из песчаника альпинисты тренировались соединяя небольшие кусочки таких болгарных трасс в одну длинную серию прохождений назвав ее паркур таким образом готовили себя к большим длинным восхождением в альпах чуть позже 50-60-е годы в америке джон гилл известный скаллаза стал экспериментировать с методами тренировок самым был гимнастом и успешно внедрял различные тренировочные методики в скаллазании ему пришла идея в голову отрабатывать технику лазания на коротких стенках и блоках причем ему приписывают изобретение именно динамичного стиля то есть все что было ранее немножко ноу-го плохой школы и плохой техника лазания когда нужно было очень статично и стабильно двигаться он предложил использовать динамичные движения даже прыжки чтобы достичь своих целей скаллазание в общем именно джона гиллу приписывают рождение или формирование болдинга вот в том современном виде который мы его знаем сейчас примечательно также что будучи гимнастом он первый предложил использовать магнезию можно бесконечно спорить о том кто же все-таки первый придумал болдеринг но это не меняет сути известно достоверно что и в америке и в европе люди стали заниматься болдерингом совершенно независимо друг от друга то есть нельзя сказать что из европы он перетек в америку или откуда-то еще попал в европу так уж получилось что примерно в одно и то же время люди стали использовать скалы маленькие скалы маленькие блоки для альпинистских или скаллазных тренировок хотя наверняка и до этого были примеры и случаи когда тренировки проходили вот в подобным образом чтобы не утомлять вас теории и моими рассказами про скаллазание и болдеринг лучше посмотрите небольшой видеоролик о том как может выглядеть болдеринг на естественном рельефе и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok